Добрый день, мои дорогие, немногочисленные подписчики! Сегодня хочу поделиться с вами моей небольшой проблемой, которую хочу начать решать. И хочу пригласить вас вместе со мной, если кому-то это нужно, начать решать проблему избыточного веса. Не хочу озвучивать я свой вес, но постараюсь вас держать в курсе, пойдет ли он на уголь. Какой бы вес я хотела достичь? Я бы хотела достичь вес 69 килограммов. Этот вес у меня был 15 лет назад, и как-то он меня более-менее устраивал. Хотя, конечно, тоже это избыток массы тела при моем росте. Но сегодня, учитывая мой возраст, этот вес меня бы устроил 69 килограммов. Скажем так, 70-71, но не тот вес, который у меня есть сегодня. В том году я приобрела вот таких вот три книги. Методика доктора Ковалькова. Я купила вот эту книгу «Худеем с умом». Книгу «Худеем интересно» и книгу непосредственно с рецептами и диетами вот этого доктора. Две книги я подарила очень хорошим людям. Не знаю, как они используют их или нет, применяют или нет. Вот, и вот здесь у меня вот лежит закладочка с того года. Я купила вот такую интересную линейку. Закладка, она прям прелесть. Вот, вот что сколько я смогла прочитать. Постараюсь, конечно, я прочитать и дальше. Но сегодня я что обнаружила, что здесь непосредственно нет описания диет. Бегаю сегодня я в книжный магазинчик, посмотрю еще книги, которые очень есть красочные, с его рецептами. Вот, но поскольку в том году я придерживалась, первый этап буквально, значит, эта диета состоит из трех этапов. Первый этап длится 2-3 недели, затем следующий этап, он держится столько, длится сколько, вот необходимо мне сбросить, пока я не достигну тот или иной вес, который я поставила себе целью иметь. Вот, и затем мы переходим на пожизненное вот такое вот питание, потому что мы должны исключить из рациона углеводы. Картофель, белый рис, хлеб, сахар, это на всю жизнь для людей склонных к полноте. Это продукты фактически ненужные. Это картофель, белый рис и мучное, и сахар. Это вот пожизненное табу. Вот, в чем же заключается вот этот вот первый этап? Ну, вот здесь в книге все написано. Доктор, конечно, большой молодец. Книга написана легко, книга читается легко. Единственное, конечно, это вот не нужно вот соблазняться на те продукты, которые, в принципе, ну, они никому не нужны. Быстрые углеводы. Вот, и вот день начинается с прогулки. Это первый этап. День начинается с прогулки. Пьется зеленый чай. Употребляется на утро 200 грамм нежирного кефира или натурального йогурта. В течение дня съедается 100 грамм отрубей. Это тоже у меня все есть отруби. Я даже покажу вам их. Вот. Утром съедается 25 грамм орехов кедровых. Вот, выпивается чай. В обед делается салат. Первые две недели ни мяса, ни рыбы, ничего. Вот этого нельзя. И заменяет вот этот белок, это орехи. Вот. На обед идет растительная пища. Там тоже все это описано. Я просто вот сегодня у меня нет этой книги с диетами. И я буду соблюдать так, как вот я помню с того года. Вот. Затем я эту книжечку себе куплю. И уже буду так примерно придерживаться этого рациона. В день 50 грамм творога, 200 грамм кефира, 100 грамм отрубей. На ночь 2 отварных белка. Разрешает доктор хорошее вино на ночь. Сухое, белое. Там 100, не более 200 граммов. Вот. Вот такой рацион. В принципе, я пробовала так питаться. Это несложно. Две недельки можно потерпеть. Вес уходит очень хорошо. Но радоваться тому, что этот вес уходит, рано. Потому что в основном это вот какая-то ненужная нам жидкость. Жир нет. Обязательно прогулки 16 тысяч шагов с утра. Я вот сегодня с утра еще никуда не ходила. Но я попила только кофе с молоком. Я не помню, можно ли кофе. Надо будет мне смотреть. Но, по крайней мере, там капля молока и кофе – это не калорийно. Вот. Время уже много сейчас. Я еще не завтракала. И вес у меня, ого-го, 400 грамм у меня ушли. Вот буквально за утро. Поскольку я не ела, фактически не пила. Вот. Вот сейчас я пойду по магазинам в книжный магазин, схожу, потом схожу в ювелирный. Это будут мои 16 тысяч шагов. Потом я схожу в продуктовый магазин. Потом я вернусь и выпью свой кефир и чай. И, кстати, когда начинаешь придерживаться диеты, то есть не хочется. Как только ты что-то съедаешь, появляется вот эта вот реакция цепная. Еще, еще, еще. Поэтому как-то вот надо настраиваться, что-то должно вдохновлять. Я даже не знаю, что меня вдохновляет. Меня вдохновляет лишь одно – это здоровье. Вы видите, что я не стремлюсь ни к макияжу, я не стремлюсь ни к какой-то там мнимой красоте. Мне достаточно вот этой естественности, которая в моем возрасте 49 лет имеется. Вот. К тому же я зарабатываю не внешностью, а мозгами и руками. Поэтому это мне не надо. Мне главное, чтобы носили ноги, чтобы я чувствовала заряд бодрости, чтобы у меня были силы вот жить и работать. И натуру... Прошу прощения, я отвлеклась. Пришли мои сын и муж. Вот я с ними тут немножко свои дела закончила. И на чем я остановилась? Я стремлюсь к какой-то натуральности. И важно все-таки здоровье, не важно, сколько тебе лет. У меня есть коллега, которой 77 лет, она продолжает активно работать. Мы с ней в том году вместе ездили на учебу, никакой проблемы для нее это не составило. Она сдала и тесты, и, короче говоря, всем здоровья. Давайте будем худеть вместе, правильно питаться, оздоравливаться. Вот. Ну, у кого есть желание приводить себя в такую какую-то вот неземную красоту, с утра макияж, как у нас бывает, садишься в электричку, в автобус, и с утра на женщинах просто вечерний макияж. Но это у каждого свое. У меня так. Увидимся. До завтра.